Городской округ Люберцы и Москва связаны между собой. Порой столичный транспорт проходит через Люберецкую территорию. Наша съемочная группа узнала, какие маршруты доставляют больше всего неудобств люберчанам. Как решить проблемы транспортной доступности неоднократно обсуждалось на совещаниях губернатора Подмосковья и на заседаниях в администрации городского округа Люберцы. Пустили 31-й, он год под исход ходит. Здесь 501-й, в час один автобус. А на 723-й мы пенсионеры. У нас пенсия маленькая. Мы раньше ездили, потому что были у нас проездные. А сейчас проездные отняли. Один за одним идут, а то по полчаса, по 40 минут сидим ждем. Одни недовольные жители жалуются на лишение льгот на маршрутах московских автобусов. Другие же на неудобный график движения транспорта. Чтобы почаще ходили. Какие маршруты? 722-й до метро. Метро, которое ожидается на новой территории, 849-й, чтобы вовремя ходил. Однако не все пассажиры 501-го автобуса недовольны. Напротив, есть те, кого полностью устраивать маршрут и периодичность. Единственным минусом, по их мнению, остается слишком высокая плата за проезд. Ходят часто, довольно удобно. Цена очень высокая. 50 рублей стоимость проезда в автобусе довольно много, я думаю. Ходят часто, удобство хорошее, а цена высокая. Потому что у меня нет карты стрелка. Я не пользуюсь, езжу очень редко. Но если попадает на 501-52 рубля, это очень дорого. Какие новшества ожидают Люберецкую транспортную систему, нам рассказал заместитель руководителя администрации Люберец Эдуард Сегалов. По приезду и визиту губернатора к нам в Люберцы, да, эти вопросы были заданы. Первый вопрос – это по маршрутам движения автобусов 722, 723, 726. Данные автобусы – это транзитные автобусы, проходящие через город Люберцы, которые относятся к автобусам города Москвы, Мосгортранса. По словам Эдуарда Сегалова, жители неоднократно задавали вопросы о льготах на данных автобусах. На сегодняшний день Московская область совместно с властями городского округа Люберцы работают над решением этой проблемы. Для этого, соответственно, мы готовим определенные обращения, письма и дадим позже результаты наших переговоров по этим обращениям. На сегодняшний день хочу повторить еще раз соглашение между Московской областью и Москвой нет. Эдуард Сегалов уточнил, что за прошедший месяц власти округа внесли поправки в некоторые маршруты транспорта. Также продолжается мониторинг жалоб от местных жителей. На основании обращений граждан и законов Российской Федерации власти округа совместно с правительством Подмосковья будут принимать общие решения. Например, какие маршруты общественного транспорта необходимо открыть или продлить и на каких автобусах обеспечить Люберчанам льготный проезд. Екатерина Скрижалина, Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко и Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.